Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, сегодня на портале экзегет.ру мы с вами начинаем чтение Евангелия от Иоанна. С вами претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. И прежде чем приступить к чтению Евангелия, нужно сказать несколько вводных слов. Первый вопрос, который всегда возникает у каждого, кто открывает это Евангелие, кто написал этот текст, кто является его автором, в какие годы, при каких обстоятельствах. Все это необходимо знать для того, чтобы понять смысл Евангелия максимально полно. Относительно личности автора существуют разные свидетельства. Некоторые древние отцы говорят о том, что это был брат Иакова, сын Завидея, один из двенадцати апостолов. Но одновременно уже у древних отцов мы также встречаем упоминание о том, что в Эфесии в начале второго века жил пресвитер по имени Иоанн. Он мог быть просто старцем, пресвитер – это старец, старейшина. Он мог быть епископом. И, вероятно, Евангелие это написал он, человек, носивший имя Иоанн. Но кем бы ни был автор этого Евангелия, однозначно оно какое-то время сохранялось в общине учеников. И поэтому в окончательном виде было записано уже последующими поколениями тех, кто принял весть и учение от своего наставника. Поэтому где-то в самом глубине этого Евангелия мы слышим главный голос. Это голос Иоанна, брата Иакова, одного из двенадцати. И ничто не исключает того, что к этому голосу присоединяются еще и голоса последующих поколений христиан, потому что каждый, кто читает это Евангелие, становится членом этой общины. И здесь мы касаемся другого вопроса. Кто же этот таинственный ученик, который возлегал на груди во время Тайной Вечери Господни? Кто этот возлюбленный ученик? И существует, опять же, предание, что это вот и есть Иоанн, брат Иакова. Но вместе с тем существует и другая интерпретация, более трогательная, о том, что каждый, кто открывает это Евангелие, становится любимым учеником для того, чтобы действительно прочитать это Евангелие как слово Бога, обращенное лично к тебе. В этом Евангелии существует множество загадок и тайн. И поэтому я бы хотел указать на некоторые из них. Первая загадка и первая тайна в том, что Евангелие насчитывает 15 тысяч слов. Это легко почитать с помощью современных компьютеров, абсолютно точно и безупречно. Но вместе с тем автор использует всего лишь 1022 слова. То есть это словарный запас, которым пользуется современный школьник, изучая иностранный язык. Это очень ограниченный словарный запас. Поэтому возникает вопрос, как можно написать произведение, которое является, может быть, лучшим произведением мировой литературы, с таким ограниченным словарным запасом. И это наводит на мысль о том, что каждое слово, которое употребляет Иоанн Богослов, в действительности является неким термином. И он может иметь более широкий спектр значений, чем те значения, которые мы обычно связываем с этим словом. И мы с вами увидим, что слово «верить» или слово «свет» или слово «ходить» в языке Иоанна Богослова обретает совершенно другое звучание. Каждое из этих ключевых слов заслуживает особого внимания. Другая особенность языка этого Евангелия, которую нужно иметь в виду, оно написано по-гречески. Но нужно всегда помнить о том, что его автор мыслит на еврите. Это человек иудейской культуры. И поэтому иногда некоторые греческие слова нужно заново переводить на еврит или на арамейский язык, для того, чтобы понимать их подлинное звучание. Настолько оно может оказаться непривычным и иметь совершенно другие значения. И еще вопрос, который возникает применительно к этому Евангелию. Почему в Новом Завете мы имеем с вами четыре Евангелия? Первые три Евангелия, Евангелия от Матфея, Марка и Луки, очень часто называют синаптическими. И их рассматривают вместе все три Евангелия как синаптическая карта погоды. Это карта, на которой мы можем увидеть целиком определенную территорию. Точно так же и здесь три Евангелия можно расположить в виде колонок или как пазлы, которые складываются в какую-то единую картину. Настолько они созвучны друг к другу и взаимодополняют, как будто они вообще имеют общий источник или происхождение. И на их фоне Евангелие от Иоанна представляется совершенно другим. Например, мы увидим, что в синаптических Евангелиях Тайная вечеря Христа – это то, что мы сегодня считаем христианской евхаристией. Евангелист Иоанн рассказывает о Тайной вечере не как о преломлении хлеба и приготовлении вина, но как об умовении ног. То есть совершенно другая версия Тайной вечери. Календарь Иоанна Богослова тоже будет отличаться от календаря синоптиков. И все это говорит о том, что для того, чтобы видеть картину объемно, необходимо несколько свидетелей. И поэтому Евангелист Иоанн как будто пишет свое Евангелие для того, чтобы дополнить то, о чем предыдущие Евангелисты не рассказали. Поэтому в каком-то смысле мы будем читать Евангелие от Иоанна как Евангелие, которое дополняет картину и вносит какие-то новые акценты и позволяет увидеть реальность Христа более глубоко. И еще. Древние отцы называют Евангелие от Иоанна духовным Евангелием. И здесь нужно понимать, что слово «духовный» не означает нечто противоположное материальному. Очень часто нам кажется, что духовное – это что-то расплывчатое, туманное, загадочное. И наоборот, есть нечто конкретное, материальное, реальное. Нет. Духовное – в том смысле, что для Евангелиста Иоанна самое главное – это его богословский вопрос. Что имеется в виду? Очень многие люди читают Евангелие как биографию Иисуса Христа, как книгу из серии «Жизнь замечательных людей», как будто просто мы держим в руках жизнеописание какого-то выдающегося человека. Евангелие от Иоанна совершенно невозможно так читать, как, впрочем, и другие Евангелия. Евангелие – это не биография. Евангелие – это откровение о том, что Иисус из Назарета в действительности есть воплощенное слово «Вечный Бог», «Сын Божий». Поэтому Евангелист Иоанн не просто рассказывает какую-то внешнюю канву жизни Иисуса Христа, он не рассказывает его биографию. Он собирает некоторые эпизоды, слова, которые позволят читателю узнать в личности Иисуса из Назарета действительно то самое слово Божие. И, наконец, нужно читать Евангелие от Иоанна не так, как мы читаем другие книги, просто стараясь следить за развитием сюжета, но читать его нужно, как симфоническую партитуру. Многие библеисты отмечают эту особенность письма Евангелия от Иоанна, который называют музыкальным письмом. Он пишет так, как говорят на Востоке, не так, как мы привыкли к логическому западному изложению мысли. Мысли Иоанна очень часто отходят куда-то в сторону, затем возвращаются, и тем самым образуется некий загадочный узор. Возникает какой-то мотив, как в симфонии, как в музыке, некий лейтмотив, который все время присутствует, но затем попутно появляются другие темы, которые получают развитие, и потом опять автор возвращается к этому главному лейтмотиву. Поэтому это Евангелие написано на восточный манер, как пишут восточные мудрецы. Это сложное переплетение мотивов и сюжетов, и нам иногда будет казаться, что нечто мы уже слышали ранее, что здесь очень много повторов, но все это не потому, что автор не может писать, не прибегая к повторам, но для того, чтобы для нас с вами стало очевидным то, ради чего все это написано. И это самое главное, что нужно всегда иметь в виду. Самое главное всегда говорится в конце, поскольку изначально этот текст бытовал из уст в уста, поэтому сам этот жанр предписывает самое главное сказать в конце. Речь о воскресении Христа. И где-то в конце Евангелист Иоанн скажет, все это написано для того, чтобы вы верили, и веруя во Христа, имели жизнь вечную. Если быть более точным к изначальному тексту, то Евангелист Иоанн имеет в виду людей, которые уже поверили, и он это все написал для того, чтобы они продолжали верить. Вероятно, те, кто прочитали предыдущие Евангелия, он открывает им нечто новое для того, чтобы их вера стала еще более глубокой, еще более сильной. Именно поэтому это Евангелие является духовным, именно поэтому оно стало излюбленным чтением очень многих великих святых и учителей церкви. Среди тех, кто особо почитал это Евангелие, конечно, личность Оригена. Он написал одно из первых и самых великолепных толкований на Евангелие Иоанна, в котором он говорит о том, что сокровище Священного Писания, цвет Писания — это Евангелие. Цвет Евангелия — это Евангелие от Иоанна. Это божественный цветок, который мы можем увидеть на этом безбрежном поле, которым является Священное Писание. И читая это Евангелие, нужно внимательно вчитываться между слов, между строк, как мы смотрим, созерцаем красоту глубоких горных озер. Они бездонны, и чем пристальнее мы в них всматриваемся, тем нам открываются новые горизонты, новая глубина. Точно так же и мы с вами попытаемся прочитать Евангелие от Иоанна как музыкальную партитуру, как бездонное озеро, в котором за каким-то одним внешним смыслом будут открываться новые и новые, более глубокие, более сокровенные смыслы. На портале Экзогет.ру с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.